В последнее время я получаю множество сообщений с просьбами поделиться способами снятия стресса с большой аудиторией. Это абсолютно объяснимо. Вокруг много угнетающей информации, пугающая перспектива будущего. И в это время внимание к психике и телу — это не эгоизм, а важнейшая потребность. Именно так вы остаетесь более сильными и устойчивыми, и быстрее адаптируетесь к тому, что происходит в мире. Также на это видео меня натолкнула моя личная история, как совсем недавно во время прочтения новостной ленты в очередной раз я ощутила подступающее к горлу чувство удушья. И я поняла, что я либо совсем не дышу, либо задерживаю дыхание, дышу очень поверхностно. И впервые тревога ощутилась так сильно физически. Это было что-то похожее на паническую атаку. Произошли еще некоторые события в моей жизни, которые, несмотря на то, что очень радостные, только усилили мою тревогу, потому что все это произошло именно в такое время. И я поняла, что сама я не справляюсь. Мне нужна помощь психолога. В этом видео я хочу с вами поделиться способами и техниками самопомощи, которые мы разобрали, которые помогли мне. Они абсолютно всем доступны, бесплатны. И надеюсь, что смогу быть полезной для вас. Первое – это самое простое, самое банальное, но очень эффективное дыхание. Дыхание – это то, чем мы себе можем помочь моментально. Вы можете находиться хоть в метро, хоть у себя дома, хоть стоя на улице. Такое дыхание называется 4-4-8. Это означает, что мы делаем глубокий вдох на 4 счета, затем паузу также на 4 счета, и затем у нас длинный успокаивающий выдох на 8 счетов. Мы повторяем 8-10 раз, пока не станет легче. Такое дыхание расслабляет и способствует снятию стресса. Особенно эффективно будет, если в этот момент вы мысленно будете сканировать свое тело, а именно замечать, каким является для вас вдох, какой воздух вы ощущаете своим носом. Когда вы вдыхаете, он, скорее всего, более прохладный, на выдохе более теплый. Как вибрирует при этом ваш нос, как надуваются легкие. И важно, что в этот момент мы дышим диафрагмой. Лучше всего это проверить, поставив свои руки на ребра. Они должны будут расширяться в разные стороны равномерно. То есть мы дышим не грудью поверхностно, не животом, а именно диафрагмой. Еще один способ по снятию стресса с доказанной эффективностью – это введение дневника своих мыслей и чувств. Совершенно не обязательно вести его регулярно, потому что многие испытывают чувство вины, если они в один день написали, в другой день бросили. Потом снова через месяц появилась новая запись. Самое главное, чтобы от этой практики вам становилось легче. Потому что на самом деле выписывание своих эмоций, высвобождение изнутри всего, что у вас есть – это почти равно сеансу с психологом. Только, разумеется, без психолога. Потому что самое важное, что происходит на сеансе – это как раз-таки ваш рассказ. То, что вы иногда не можете рассказать друзьям, близким. А если расскажете, может, они не так поймут. Или, может, начнется какое-то нелепое обсуждение. Или даже ссора, чего вам точно не хочется. С психологом такого не происходит, потому что он умеет слушать. Это его работа. Но очень часто нам достаточно просто выговориться, и во время нашего монолога нам приходят ответы на некоторые вопросы. Нас просто-напросто перестает разрывать изнутри, потому что мы высвободили часть энергии. Поэтому письмо – это замечательный способ самопомощи, который вы можете применить, имея просто ручку и бумагу. Третий способ – это, конечно, медитации, которые позволят как никогда ощутить, что чувствует ваше тело. Для новичков идеально подойдут медитации с озвучиванием, когда автор вас направляет и будто сканирует ваше тело, либо просит вас что-то представить, и это помогает не уходить мыслями далеко. Наверняка медитациях уже слышал каждый, но вот важный момент, на который обратил внимание мой психолог – это то, что очень важно сканировать в этот момент свое тело на появление каких-либо ощущений. Это могут быть покалывания в какой-то части тела, это может быть напряжение. Например, в какой-то момент вы почувствуете, что у вас вдруг подняты, прижаты как-то плечи, дергается нога. Постараться в этот момент направить свой выдох и расслабление в эту часть тела. Тогда ваша практика точно пройдет эффективно. В прошлый четверг я медитировала раз 7 в день. Это был мой островок спокойствия и уверенности в том, что я здесь. Это момент заземления, который нам важен. В нашей психике важно почувствовать, что я существую здесь, я не где-то там. И было настолько тревожно, что мне хотелось постоянно себя заземлять. Умиротворяющее хобби – это то, что позволит не только отвлечься от суеты внешнего мира, но и снять стресс. Потому что то, что мы делаем руками, вязание, например, или рисование картины, игра на каком-то инструменте – это расслабляет мозг, тело, нервную систему. Многие в момент стресса хотят, например, щелкать семечки, чистить их руками. Неважно, сколько они могут съесть, главное повторять вот этот монотонный процесс. Или сигареты те же самые. Это все примерно об одном. Только постарайтесь, чтобы эта привычка была для вас здоровой и экологичной. Далее я хотела бы поделиться с вами способом, таким психологическим приемом, который позволяет нашему мозгу получить как раз тот самый островол безопасности и рационально постараться взглянуть на ситуацию. Это способ, можно сказать, перефокусировки мыслительного процесса, который позволяет оставаться более или менее спокойным перед неопределенностью. Я вам сейчас зачитаю пример, потому что на примере будет наглядно ясно. Пример берется со времен пандемии, когда мы считали, что это конец света, и было очень много паники, непонимания, тревоги, агрессии. Профессору 77 лет, он живет в США, в штате Пенсильвания, который был недавно закрыт, чтобы сдержать распространение пандемии. Шаг первый. Спросите себя, какой наихудший сценарий развития событий. Уверен, что я подхвачу вирус, поскольку моя внучка ходит здесь в школу. Как только я заражусь, будут осложнения, и поскольку мне уже восьмой десяток, я умру. Затем постарайтесь подумать о лучшем сценарии событий. Ни я, ни моя семья не заразятся. Пандемия пройдет, и с нами все будет окей. Далее поразмыслите, что вероятнее всего случится. То есть была точка наихудшего сценария, наилучшего. Теперь что произойдет вероятнее всего? Вероятно, я все-таки подхвачу коронавирус, но, как и большинство взрослых, перенесу болезнь бессимптомно и в легкой форме. Даже если я и нахожусь в категории риска из-за возраста, у меня хорошая спортивная форма, и по всей вероятности я буду неважно себя чувствовать где-то неделю, а затем поправлюсь. И в конечном итоге, последним шагом, психолог рекомендует нам создать план наиболее реалистичного сценария. То есть сценарий, который наиболее вероятный, просто нужно продумать до мелочей. Что мы можем для себя сделать, чтобы быть в нем более спокойным? Составление плана в данном случае это лучше, чем расходовать энергию на вещи, которые вряд ли случатся. А мы именно часто так и делаем. Мы думаем обо всем на свете, о самом худшем, что можно представить, потому что как минимум так устроен наш мозг. План будет зависеть от ваших индивидуальных обстоятельств. Например, нужно ли вам обеспечить уход за ребенком, если вы заболеете? Если вам нужно остаться дома, есть ли у вас достаточные запасы пищи и лекарств? Сможет ли кто-то о вас позаботиться, когда вам потребуется помощь? В общем, это у каждого индивидуальный вариант. Но самое здесь важное, это то, что нашему мозгу мы даем успокоение. Мы знаем, что может произойти в самом худшем варианте. И как будто мы к этому немного даже готовы. Но также мы знаем, что произойдет, скорее всего, потому что такова вероятность. И более того, мы выстроили план, что нам может помочь. Следующим очень эффективным способом будет введение дневника благодарности. Я думаю, что за последнее время каждый из нас оценил, какой же это дар просто просыпаться по утрам, иметь две руки, две ноги, видеть, слышать, дышать. Как раз эти вещи мы считаем достаточно банальными, чтобы их замечать, чтобы акцентировать на них внимание. Так устроен наш мозг, и это вполне нормально, потому что нам гораздо важнее для выживания замечать негатив. Да, это нужно делать усилием воли, но дневник благодарности может послужить мощным инструментом для снятия стресса, особенно в долгосрочной перспективе. Контакт с телом также помогает снять мышечные напряжения и расслабить нервную систему. Это могут быть танцы, тренировка в спортзале, йога, что угодно. Самое главное – направлять фокус внимания на тело. Выполняя то или иное упражнение, концентрируйтесь на месте растяжения, на дыхании, в ваших ощущениях. Старайтесь не уходить в мыслительный процесс. Вспомните любой стресс из вашего прошлого, который поначалу вам также казался страшным, тревожным, непонятным, но вы с ним справились. Вы прошли это испытание, тот же коронавирус, два года назад. Каким шоком для всего мира он явился? Как мы все приспосабливались? Кто-то дольше, кто-то быстрее? Тем не менее, сейчас мы это вспоминаем как испытание из прошлого, с которым мы справились. Именно это важно донести нашему мозгу, что мы умеем справляться, мы проходим определенные стадии. Человек в целом – существо очень гибкое, приспосабливаемое. Не пользуйтесь телефоном хотя бы за час до сна. Во-первых, это огромное обилие информации, которой за весь день у нас и так предостаточно. И я думаю, если быть честными с самими собой, вы поймете, что конкретно за этот час до сна ничего супернового и важного, скорее всего, вы не узнали. Наверняка это просто очередная порция новостей, порция информации, которая точно не даст вам более спокойный сон. А в таком состоянии, в состоянии тревожности, причем постоянной на протяжении нескольких дней, а то и недель, очень важно следить именно за базовыми вещами, такие как сон, питание, движение. То, что базово дает нам силы, энергию, спокойствие. И последнее, кофе. Этому напитку решила уделить отдельное внимание, потому что в состоянии тревожности, когда уровень адреналина зашкаливает в нашем организме, здесь, конечно, нужно смотреть у каждого по-своему, это индивидуально, следите просто-напросто за собой. Я заметила, что после нескольких глотков кофе я сразу чувствую тахикардию. Такого раньше у меня никогда не было. Если я выпивала кружку кофе, я абсолютно спокойно существовала. Если я выпивала вторую за день, я могла чувствовать немного сердца, стук сердца более громко, чем обычно, то есть как минимум его замечать. И для меня это уже было сигналом, что, в принципе-то, одной кружки было достаточно. А сейчас так вообще несколько глотков уже дают такой результат. Я заменила кофе на ромашковый чай. Постарайтесь лишний раз не стимулировать свою нервную систему и просто быть более внимательными к себе. Делитесь в комментариях, какими способами вы снимаете стресс, если это происходит экологично и без вреда для окружающих. А я очень надеюсь, что была вам полезна. От всей души каждому из вас желаю добра, любви и мира. Берегите себя и своих близких.